Масленица – это не только приготовление блинов, но также веселые игры и обряды, которые совершали в течение всей масленичной недели. Именно о них сегодня рассказали членам клуба «Активное долголетие». Как на масленичной неделе из трубы блины летели. Ох, блиночки мои, блины масляные. Что символизируют собой блины и как узнать в толпе человека, которому с тещей повезло. Елена Алфимова в роли масленицы вместе с неунывающим персонажем Петрушкой рассказывают о сакральности праздника. Каждый день он особенный. У кого тещины блины, у кого заловки на посиделке. Вот я замуж в богатую семью вышла, у меня шесть дверей, три заловки. Поэтому мы ходим в гости, уже приходили ко мне, угощали блинами. Готовить блины умеют все, а значит можно посостязаться в силах и ловкости. Если блин не упал на пол, значит будешь сыт сам и команду голодной не оставишь. Также традиционные масленичные игры, жмурки, снежки и бой с подушками. Все для того, чтобы задобрить весну и проводить зиму весело, с легкой душой. А потом в ход пошли еще частушки. А у меня, миленок, был звали Леву Юрка. Ни в одной деревне нет такого нехорошего. После таких подвижных игр все торопятся к столу. Не только угоститься, но и продемонстрировать свои кулинарные способности. Тыква для меня, как говорится, продукт очень вкусный и полезный. И вот так же решила с тыквой сделать и блины. А еще из чего блины? Еще я и с яблоками люблю очень блины, и с кабачковой блины. Рецептов огромное множество. Главное, чтобы стол на масленицу был сытный. В этом секрет благополучия, считают участницы клуба. С масленицей мы тишинцы! Андрей Латынцев, Олег Степанов. Первый мы тишинский.